Кремль стремится пресечь протестное движение жен российских мобилизованных до псевдовыборов Путина. Их мужей вынуждают подписывать контракты с Минобороны, чтобы они формально считались добровольцами. В этом случае протесты теряют смысл. Подробнее о том, как в России проходят акции и другие протесты жен мобилизованных, расскажет Юлия Грановская. Офицеры российской армии заставляют мобилизованных заключать контракты с Минобороны Федерации. В противном случае грозятся отправить штурмовые батальоны, рассказывают сами мобилизованные. А шансов выжить в Шторм-Зет у солдат фактически нет. Таким образом, российское военное командование стремится нивелировать протестное движение жен мобилизованных, считают эксперты. Ведь после заключения контрактов их мужья считаются добровольцами. Ну а наиболее упрямых мубиков можно будет под выбор и даже отпустить домой. После того, как их останется совсем немного, уже будет не жалко. А с точки зрения предвыборного имиджмейкинга, прям разлюли малина получается. Президент услышал с жен, счел их требования справедливым и удовлетворил его. И ничего, что большинства это не коснется. Они к тому времени уже контрактниками будут числиться. Абаз Галямов, политолог. В авторской колонке издания «Точка». Цель Кремля – разрушить восприятие Путина как однозначного кандидата войны, уверен Галямов. Для этого даже можно отпустить домой какое-то количество мобилизованных. Однако протесты жен полностью подавить не смогут, говорят эксперты. По крайней мере, до псевдовыборов президента. Перед выборами ссориться с женщинами, которые составляют больше половины электората, и в особенности путинского электората, в администрации президента не рискнули. С другой стороны, оставить это без последствий тоже было нельзя, потому что они опасаются низового пожара. Одна часть активных жен, сестер, матерей протестует против того, что их сыновей используют не так, как обещали. Дает повод другой части, большей части, которая еще не определилась и боится выходить на улицы, дает повод присоединяться. 3 февраля в Москве прошла акция «Жен российских солдат». Приурочена она была к 500-му дню с начала мобилизации. Женщины собрались в Александровском саду у могилы неизвестного солдата, а потом пошли к избирательному штабу Путина на покровке. Главное требование – вернуть мобилизованных домой. Силовики предупредили женщин об ответственности за, цитирую, «призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях» и задержали три десятка человек. Высказывают свое негодование главе Кремля и сами российские военные. В видеообращениях они жалуются, что тратят всю свою зарплату на то, чтобы выжить на фронте. Те деньги, которые мы получаем, мы оставляем их в основном здесь, а у нас дома семьи. А наши деньги уходят. Первое – это обмундирование, потому что, уходя на задачу, один раз сходил на задачу, пришел, выкинул все вещи. Потому что после трупного яда, так как мы находимся рядом с 200-ми, с трупами и так далее, там подобное, в окопах, в блиндажах, трупный яд не убирается. По словам мобилизованных, они регулярно покупают себе бронежилеты и рации и даже стройматериалы, чтобы строить лагеря. Российские военные жалуются на нехватку оружия, амуниции и продовольствия с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Не обеспокоено Министерство обороны Федерации и лечением, и реабилитацией военных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова